Фестиваль уличных театров Александр Семенюта, здравствуйте! Смотрите в ближайшие полчаса. Безымянный, но популярный. Раз сквер в третьей активности, нам суждено сто раз нести данное предложение. Уже около 10 лет тюменцы решают, как назвать сквер на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной. Удалось ли на этот раз выбрать имя зеленому уголку в центре Тюмени? Родом из Советского Союза. Это край от духи Красная Москва, за которой приходится всего города к нам. Каким заведениям Тюмени уже почти полвека не страшна никакая конкуренция? Добро пожаловать в лучший город Земли. Просторно, большие торговые центры, развязки. Это Московская область или Москва? Это впечатлило, конечно. С каким визитом к нам пожаловали столичные видеоблогеры? Начнем выпуск с вопроса, который висит в воздухе уже более 10 лет. Тюменцы не могут выбрать название скверу на перекрестке Республики и Профсоюзной. Одни ратуют за революционную классику, другие хотят посвятить его бессмертным полком. Аргументы всех сторон выслушала Ирина Канева. Геннадий Иванов один из лидеров тюменского движения «Бессмертный полк России» и предложение его созвучно организации «Сквер бессмертного полка». Удивляются, уже и в Пензе есть такое, а в Тюмени до сих пор нет. Даже знают, как должно преобразиться место, чтобы соответствовать тематике. Стенды с фотографиями, история движения «Бессмертного полка». Там можно сделать подмостки. Там для патриотического воспитания подрастающего поколения будут проходить мероприятия, стихи читать, чтобы в этом сквере звучали песни и что-то другое. Вот как радио «Победа» идет. И пусть пока еще безымянный сквер не стоит в плане благоустройства на ближайшие годы, Геннадий Кириллович уверен, на такую идею городские власти выделят средства. По нраву инициатива даже народному артисту СССР Василию Лановому. И вместе они против другого названия «Сто лет октября». Куда еще? Сколько можно увековечивать-то? У нас есть 25 октября, у нас есть 50 лет октября, и 70. И улицы революции, и разные Симаковы, Немцовы, Володарские и прочие. А вот и сам автор названия Александр Чепик считает, что переоценить значимость Октябрьской революции невозможно, да и соратникам по партии нужно место для субботника и посадки цветов. Уже есть у нас такая шутка среди коммунистов. Мы три раза вносили данное предложение. И в связи с тем, что нам уже три раза отказали, мы решили, что, наверное, раз в Кверстолете октября нам суждено сто раз снести данное предложение. Горожане предлагают свои варианты. Я вот сюда прихожу за тишиной, может быть, как-то парк тишины, спокойствие какого-то. У меня вот обеденный перерыв. Всегда сюда хожу, чтобы отвлечься. Центральный. Почему? Потому что центр города, не знаю. Я всегда так его называю сама лично. Безликий, неухоженный. Я думаю, сквер цветов. Потому что красота такая не описывает. Какое-нибудь историческое название, я думаю, связанное с историей этого сквера. Вот и все. Здесь дорожный сквер. Очередное заседание комиссии по присвоению наименований на следующей неделе. Остается лишь ждать ее решения. За минувший год тюменцы обрели несколько новых мест для отдыха. Хотя некоторые, конечно, это хорошо забытые старые. Так, в Калининском округе появился сквер шахматистов. Жители могут там не только погулять, но и сыграть пару партий. В парке установлены столы. Открывал объект чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Кардинально преобразился сквер гимназистов, расположенный в районе Холодильные. Название он получил благодаря соседству с гимназией номер 12. В парке есть и детская площадка, и корт, и дорожки для бега. Собственный сквер с романтичным названием «Серебряные ключи» появился на Войновке. Там жители отпраздновали наступление Нового года. А сквер ветеранов энергетики на Одесской стал подарком тюменцам к прошлому дню города. Теперь его называют самым уютным местом областной столицы. Подарки ждут жители областного центра. И в предстоящие выходные 29 июля Тюмени исполнится 431 год. И в этот день вас обязательно закрутит вихрь праздничных мероприятий, подробнее о которых мы поговорили с заместителем главы администрации Тюмени Верой Соловьевой. Вера Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот для того, чтобы описать, что будет происходить в День города, не хватит целой нашей программы. Это все потому, что около 30 мероприятий, около 150 мероприятий, около 30 площадок. Это правда? Это так. Это так. Нынче масштаб нашего праздника становится почти трудноуправляемым, потому что так много участников, так много социальных партнеров, которые вливаются вообще в наши проекты, нас это очень радует. И мы понимаем, что вообще ощущение такое, город замер и ждет праздника. И то, что мы сегодня видим в информационном поле, говорит о том, что тюменцы с большим нетерпением к нему готовятся, они ждут этот праздник, они его любят. И я очень надеюсь, что он нам удастся в полном объеме. Ну, вы знаете, вот когда думаешь о 150 мероприятиях, возникает ощущение, что тюменцы не будут отдыхать, а будут работать. Наверное, это так и будет. Потому что настолько насыщенная программа, и я думаю, большинство из них захотят побывать совершенно в разных ипостасях, на разных площадках. Поэтому, да, надо энергетически быть готовым. Давайте тогда начнем с площадок, потому что их очень много. Разделим их на условные и тематические зоны. Например, давайте начнем с детской. Что для малышей, для малышней будет приготовлено? Для малышней будет примерно то же самое, что вот мы сегодня с вами видим здесь. Цветной бульвар, куча каруселей. И вся эта площадь, весь этот бульвар превращается в город фантазий. И здесь будут совершенно уникальные проекты. Здесь будут квесты, здесь будут картонные дома. Здесь будет историческая реконструкция. Здесь будет возможность порисовать, пофотографировать, потанцевать. Здесь же будет большая спортивная зона, ближе к улице Герцена. И нынче новинка, это туроператоры предлагают свою площадку, на которой они будут делать виртуальные экскурсии, всевозможные исторические погружения. Поэтому площадка абсолютно открытая. Я бы сказала, она для детей и юношества. И я думаю, она представит определенный интерес. Потому что, как и в прошлом году, на сцене ближе к улице Первомайской мы увидим парад наших талантов. Все ребята, которые сегодня увлечены творчеством, искусством, они будут иметь возможность продемонстрировать это всем. Тюменцы у нас очень любят покушать, особенно в празднике. Вот чем удивлять будете на этот раз? Значит, на этот раз мы будем удивлять также кофе. Причем кофе улиц, которые здесь, на площади возле администрации, они планируют провести фестиваль. Латте-арт – это рисование пенкой кофейной. Кроме того, чуть подальше, на площади возле правительства, будет большой союз гастрономический. И там будут представлены кухни всех народов. То есть и наших традиционных сибирских, и зарубежных. Поэтому это очень интересное. Большой такой формат, большое форматный такой фестиваль. Если говорить о мясе, то это фестиваль барбекю на площади. Не на площади, а на набережной, да, он традиционный у нас. Хлебный базар на улице Орджоникидзе, там, где будет площадка Тюмень-Мастеровая. То есть там наш сельскохозяйственный вуз покажет, как он сегодня занимается продукцией для... Голодными не останемся? Нет, ни в коем случае. Если говорить о спортивной тематике. Вот совсем недавно мы рассказывали о фестивале Extreme Expo, который разместится на набережной. Вот что еще приготовили из спортивных площадок на День города? Ну, спорт – это наше все. У нас целый комплекс спортивных мероприятий возле технопарка. Это традиционная спортивная зона. Там у нас будет все, включая возможность сдачи норм ГТО. Там у нас будет зарядка, которую проведут мастера спорта, приехавшие к нам в рамках футбола под флагом добра. Поэтому там можно будет развлечься и показать свои спортивные навыки достижения в полном объеме. Но набережная Extreme – это тоже известно. Матч по мини-футболу, как вы упомянули, действительно ожидаете около 7 тысяч зрителей? Это так, потому что впервые в этом городе, в нашем городе будет проходить этот благотворительный футбольный матч под флагом добра. Деньги будут направлены на лечение детей, которые нуждаются в этом больше всего. Чем так интересен для зрителей? Он будет интересен тем, во-первых, что к нам приедут звезды эстрады нашей российской, зарубежной. К нам приедет Илья Вербух. К нам приедут многие люди, которые сегодня, ну, что называется, открыты миру. И мне кажется, вот этот позыв добра, вот эта энергия добра, она очень всегда притягательная. Поэтому там будет матч, там будет награждение, там будет большой концерт. По его окончании, я думаю, что это здорово. Финальная точка, как по традиции, будет у нас фейерверк. Но в этот раз, насколько я знаю, добавили еще и музыкальное шоу. И плюс мост влюбленный. Да, 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 да. Ну, тюменцы уже видели обновленный наш мост. Он прекрасен. Он вообще вот как белый лебедь над рекой. Поэтому вечернем варианте мы планируем сделать праздничное его открытие, которое сопровождается подсветкой, очень интересной. Она будет осуществлена в синхронном режиме с определенным музыкальным сопровождением. Поэтому вот такой пролог перед фейерверком, но он позволит сполна насладиться вечерним зрелищем, красотой тюмени вечерней, турой, свежестью. Поэтому я думаю, что это вот такая интересная изюминка. И очень бы хотелось, чтобы она порадовала многих тюменцев. Ну, я думаю, так и будет, потому что действительно мероприятие на любой вкус и цвет. Тогда уже, Вера Константиновна, будем встречаться на празднике. Вас с наступающим праздником. Спасибо вам за полезную и интересную информацию. Увидимся. Спасибо вам и всех с праздником. За 431 год Тюмень, конечно, изменилась. Да что там взять буквально последние пару десятков лет, некоторые улицы уже не узнать. Но что любопытно, есть отдельные заведения, которые существуют почти полвека. В чем секрет их популярности, выяснила Анастасия Лизаревич. Духи Красная Москва, за которой приходят со всего города к нам. Духи не только советских модниц, но и модников. Одеколоны Саша, Паша и Тройной. Продукция культовой фабрики «Новая Заря» даже в наш век на прилавках не задерживается. Магазин «Прогресс» чуть ли не единственный в Тюмени, где уже полвека работают исключительно с российскими поставщиками. На витринах знаменитая кжель, хохлама, береста, ломоносовский фарфор. Ощущение, что попадаешь в музей и времена СССР. Неудивительно, что здесь любят бывать иностранцы. А здесь выставка хрустальных изделий Первомарского завода. А здесь ножовые столовые принадлежности Нытвинского завода. Что не продавец, то стажист. 70% коллектива работают по 20-30 лет. И хотя в магазине до сих пор сохранились традиции советской торговли, «Прогресс» старается идти в ногу с «Прогрессом». Например, перешли на семидневную рабочую неделю без обеда. Кроме того, мы ушли от заприлавочной формы и торговли. Теперь у нас по всему магазину самообслуживание. Здесь тоже на месте не стоят филеры, кератины, ламинирование. В ходу самые современные методики окрашивания волос и спа-ухода. Парикмахерская «Сибирь» – одна из самых старых в Тюмени. Открылась еще в 1984 году к дню бытового обслуживания. И пусть это не салон «Люкс», более 30 лет здесь держат марку и отбоя от клиентов не знают. Мамы сыновей приводят, папы сыновей приводят, и также девочек. И косы заплетаем, и первые стрижки у нас тут в подарок. Наша-то семья вся к вам ходит. Наша семья вся к вам ходит. В семейной парикмахерской работают династиями. У Анны Черновой мама-директор и две сестры-мастерицы. В 80-х они классно делали химки, стригли под гарсон, красили басмой, хной. Сегодня заказывают модное каре и окрашивание в натуральные цвета. Вместо живой очереди здесь давно запись. Даже с 7 утра. Я давно хожу, лет 7, наверное, уже. Мой мастер Ольга Кривогузова пыталась искать другого мастера, признаюсь. Но я была разочарована, вернулась снова к своей Ольге. Тюменцы возвращаются не только к любимым парикмахерам. Бюджетные столовые и пельменные с обидным прозвищем «Совок». Как ни странно, в эпоху высокой кухни и ресторации тоже в спросе. Мало того, как грибы растут в заведении общепита и даже базы отдыха, которые специально стилизуют под советский быт. Интерьер, посуда, столовые приборы. Привет, советы. Когда люди приходят, им очень нравится, когда мы подаем, допустим, морс в граненых стаканах. Они прямо как в детство возвращаются, всегда такие довольные. Общественные бани, в которых мылись пионеры и комсомольцы, тоже живее всех живых. В Тюмени и в районе до сих пор строят и открывают новые. С уверенностью, народная тропа сюда не зарастет. В Тюмень в последние годы зачастили столичные гости с видеокамерами. Одни испытывают наши дороги на прочность, другие проверяют город на чистоту. Теперь с экспертизой к нам пожаловали московские блогеры. Что искали на этот раз и чем мы их удивить смогли, расскажет Карина Закирьянова. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». И мы назвали наш проект «Не Москва». Проект, в котором известный видеоблогер Никита Журавлев и его напарник Рагим Джафаров ищут идеальную бюджетную новую квартиру в различных регионах России. Хватит сидеть в Москве, уезжайте в регионы, там есть где жить, там хорошие квартиры, переезжайте, там хорошая инфраструктура, интересные города и так далее. То есть это такой вот подтекст такой, да, популяризация внутренней миграции внутри страны. Цель номер два – анализ и экспертиза новостроек. Такая идея пришлась по душе Министерства строительства Российской Федерации. В любом практически областном центре и крупном, и чуть поменьше есть интересные предложения. Минстрою показывают все на бумаге, на картинках, чиновники, все, что происходит, чтобы отчитаться, да. А мы, как независимые эксперты, да, мы показываем все, что есть. Показать все, что скрыто от Минстроя и от обычных людей – задача порой нелегко выполнимая. Можно хотя бы здесь вот постоять? Ничего нельзя, все, сюда не вожусь. Сюда не вожусь. Беседуют блогеры и с застройщиками, и с обычными жителями. Живу здесь я. Здесь очень здорово, но мне нравится именно то, что очень близко лес, мало людей. То, что, ну, как бы поближе к природе, совершенно другой воздух. В своем домике на колесах ребята уже проехали Тулу, Нижний Новгород, Екатеринбург и наконец-то добрались до Тюмени. Мы обратили внимание на широкие дороги, что просторно, большие торговые центры, то есть развязки. И мы так, это Московская область или Москва? Ну, то есть, прям, это впечатлило, конечно. Сравнение с Москвой актуально, ведь экс-губернатор Тюменской области Сергей Собянин сейчас активно расширяет столичные дороги. Что ж теперь москвичи знают, что их ждет впереди. Потерпите эти пробки. Потерпите немножечко. В Тюмени проект «Не Москва» исследуют четыре стройплощадки, микрорайон европейский. И подробный отчет зрители смогут увидеть 8 августа на YouTube-канале «Хочу квартиру». На прошлой неделе в Тюмени произошло около 50 аварий на водопроводе. Причиной стал сбой в автоматике. Александр Гришаков съездил на Метелевский водозабор, чтобы выяснить, какая вода поступает к нам в краны после ремонта и можно ли ее пить. У меня созрел вопрос, откуда берется холодная вода и можно ли ее пить. Сейчас узнаем. Мы с вами находимся на Метелевском водозаборе, где очищают воду из туры. Сейчас посмотрим, как это делается. Ольга, скажите, что у вас в колбочках? Это вода, отобранная из реки. То есть это исходная вода. Вот такая вот она у нас, к сожалению, не очень чистая. Вот это вода уже, которая приходит в отстойниках, оседает. То есть вода после обработки питью реагентами начинает отслаиваться. Это уже чистая вода, которую пьет потребитель. Попробуем? Да. Мне кажется, хлорочкой отдает немного, нет? Вторичное хлорирование же оно присутствует, потому что вода, пока она пройдет до потребителя, она имеет вторичное загрязнение, поэтому вода дважды обрабатывается хлором и аммонием. Можно же водопроводную воду пить? Можно. Ну, не желательно. Всего две ступени очистки. Первичная ступень – это осветление на горизонтальных отстойников. И вторичная – это фильтрация. Без поддерживающих слоев, песчаный фильтр. Высота загрузки в среднем полтора метра. Очищенная вода поступает в специальные резервуары, откуда распределяется по всей системе. В городе работают десятки насосных станций, но самая крупная из них – в Метелево. Мы находимся в насосной станции второго подъема Метелевского водозабора. Это насосные агрегаты. У нас их четыре, которые подают воду в городскую сеть. Еще в 2009 году в Тюмени на верхних этажах были перебои с холодной водой. Не хватало давления. Сейчас систему отрегулировали и за давлением следит автоматика. На большой экран выведены основные параметры, которые характеризуют работу водозаборов. Вот, допустим, это давление. Интересный наиболее график – это то, как система держит давление в диктующих точках, то есть уже в городе. Пять-шесть лет назад у нас было по тысячу раскопок в год, то прошлый год у нас было 606 раскопок. Наибольшее потребление воды у нас, самый максимум, происходит в воскресенье вечером. Во всей этой системе есть место и нам с вами. Чтобы оборудование исправно работало, мы обязаны платить по счетам и вовремя передавать показания приборов учета. Кстати, делать последнее не обязательно 25-го числа. Передать показания приборов учета нужно ежемесячно, но не важно в какие дни. То есть можно передавать и 10-го числа, и 5-го числа. То есть главное это делать постоянно, да, то есть, например, если вы передали 5-го числа, то в следующий раз тоже 5-го числа передавайте, и эти показания будут отражены в квитанции. Единственные, кто пользуется водопроводной водой, но при этом не передают показания приборов учета, это жители частного сектора. Но это совсем другая история. Истории про сильнейшую привязанность с первого взгляда и на всю жизнь, которую описывают в книгах, существуют и в нашей с вами жизни. Это доказали герои очередной серии рубрики «Время любви». Он не дарит цветов, а она не готовит чаще, чем он. Про любовь к сибирячке Зои и ее скромного джигита в следующем сюжете. Тили-тили тесто, опять жених и невеста. Зои и Тамази Хасия уже отгуляли серебряную и жемчужную, рубиновую и сапфировую. А сегодня у них золотая свадьба. Имена пары торжественно занесены в книгу почетных юбиляров Тюмени. Пока звучали речи, в памяти всплыли первые свидания, горячие признания и предложения руки и сердца. И вновь обмен кольцами и свадебный поцелуй. Это реально большой пример, потому что не каждая семья, не каждый человек может прожить со своим близким. Такое количество времени, 50 лет, полвека. Это действительно достойно уважения и похвалы большой. Лав-стори бабушки с дедушкой внуком на удивление. Сегодня им кричали горько, но за 50 лет совместной жизни паре не всегда было сладко. Они поженились в далеком 67-м. Рыжий молчаливый грузин и сероглазая тюменка. А познакомились всего за 4 месяца до свадьбы на катке центрального стадиона. Это была любовь с первого взгляда. Тамази приехал в Тюмень поступать в индустриальный из далекой Грузии. Зоя уже училась на товароведа в кооперативном техникуме. Уже через год родилась старшая дочь Лали, а следом Лиана и Дмитрий. Когда получили первую квартиру, теща презентовала ковер и холодильник. Я из бедной семьи, как говорится, из таких несостоятельных, сказать, что бы это. Ну, нормально жили, голодные, не ходили, одеты, а будто были. Вот, ну и он тоже вот так приехал, он, как говорится, гол, как сокол. Вот, и что было, то и было, но все нажили сами. Молодые, каждое лето до 92-го года ездили на родину Тамази в грузинский городок Ачимчира. Свекровь не сразу одобрила выбор сына, а после полюбила невестку всей душой. Сам же Тамази в русской Зое души не чаял. Он тогда еще дарил, а потом в том, где не стал. Букет цветов вот это подарить, лучше вот эту стоимость в карман засунь любому человеку, это приятнее будет. И пусть цветы не дарил, путь к сердцу сибирячки этот жигит нашел через желудок. Грузинская кухня в этом доме во главе угла. Цванерих и чапури, лобио, сегодня Тамази готовит сацивий. Килограмм грецких орехов плюс перец и кинза. Под курицу самое то. Все для вас, моя хорошая. За пять десятилетий они вывели свою формулу семейного счастья. Сытый желудок – основа основ, но еще не самое главное. Ну, были, конечно, девочки. Бегали. Самая главная верность. Самая главная верность, конечно, верность, терпение очень большое. А вот когда в семье начинается это… Похождение. Похождение – это уже не семья. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь существует. Золотые юбиляры не только об этом любят читать, но и сами доказали. Не за горами бриллиантовая свадьба. На этом у меня все. Летнего настроения и только хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова